На этой неделе глава Якутии Егор Борисов провел выездное совещание по вопросам организации телемедицинских консультаций в республике на базе республиканской больницы номер 2. Напомним, что президент России Владимир Путин 30 июля подписал федеральный закон по развитию телемедицины, который вступит в силу 1 января следующего года. Законодательная база станет основой для начала нового этапа развития такого вида услуг. Между тем, в Якутии впервые консультации в режиме онлайн провели еще в 2000 году. А по указу Егора Борисова о вежливой и высокотехнологичной медицине, центры здравоохранения совершенствуют качество оказания медицинских услуг и модернизируют технологии. А по дальнейшему развитию телемедицины в Якутии стоит задача по улучшению связи и доступа в интернет. Подробности далее. В Нерюнгринской центральной районной больнице в очередной раз готовятся к подключению с ведущим центром медицины республики. В неврологическом отделении решается вопрос о тактике лечения нетранспортабельного больного с отеком мозга. За консультацией в режиме реального времени наблюдает глава республики Егор Борисов. В ходе выездного совещания он воочию видит результаты многолетней работы по внедрению телемедицинских технологий в систему здравоохранения республики. Расширите доложить о пациентке, которая поступила сегодня по скорой помощи в 6 утра. С диагнозом массивная соусупок на дальней кровоизъянии с прорывом в полостную систему. Проведено и обследование по стандартной компьютерной томографии. В Якутии по поддержке руководства республики первая телемедицинская консультация была проведена в 2000 году. Далее с 2012 года началась работа по внедрению телемедицины в районные больницы. Сегодня все 34 больницы в райцентрах имеют современное оборудование с возможностью передачи результатов диагностики. С каждым годом количество консультаций увеличивается. В прошлом году по всей республике проведено около 19 тысяч телемедицинских консультаций. Помогает нам в решении таких поставленных задач, для того, чтобы определить, нуждается ли человек в высокотехнологической медицинской помощи, либо его можно лечить у нас здесь на месте. Если тяжелый пациент поступил, в ночное время также можно связаться с дежурным врачом республиканской больницы, также можно связаться с медицинской катастрофой и уже непосредственно экстренно эвакуировать пациента на дальнейшее лечение. Телемедицинские консультации наиболее востребованы первичными сосудистыми отделениями и травмоцентрами второго уровня Нюрбинского, Мирнинского, Нюрингринского, Алданского и Мегина-Кангаласского районов. В Нюрингринской больнице телеконсультации в основном проходят экстренно. Только за первое полугодие этого года было 50 подключений. Коммуникационные посты организованы в отделениях реанимации, неотложной кардиологии и неврологии. Сердечно-сосудистая патология занимает ведущее место в статистике смертности, поэтому больше консультаций проводятся по данному направлению. Здесь решают часы. Были случаи, чтобы пациентка в течение получаса была направлена в региональный сосудистый центр. И там была проведена операция по поводу аневризм. С проведением телемедицинской консультации и направлением больных на высокие технологические обследования и лечения у нас в районе уменьшилась летальность от сердечно-сосудистой патологии. 30 июля президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о телекоммуникационных технологиях в медицине, который вступит в силу с 1 января 2018 года. Урегулирование правовой базы станет началом нового этапа развития телемедицины. Тогда, конечно, расширится более применение телемедицины. Уже будут определены нормы и правила проведения телемедицинских консультаций. Также будут широко внедряться уже телеконсультации именно непосредственно самим пациентам. В настоящее время для полноценного развития телемедицины в республике необходимо решить вопросы с интернетом. Большинство улусов подключены к оптоволоконной системе, а с северными районами связь устанавливается с помощью спутника. То есть мы сегодня достигли того уровня, что как можно использовать эту телемедицину, как можно получать консультацию не только из Якутска, но и из Москвы, может и за рубежом. Этот уровень достигнут. Нам сейчас остается только наладить более устойчивую и более расширенную работу телемедицины в республике. Для этого, конечно, есть определенный камень преткновения – это качество связи с республикой, особенно в северных районах. Я думаю, что сегодня мы поручение дали. Как по линии образования мы эту работу решили, таким же образом будем решать и в медицине. Внедрение телемедицины в республике спасло сотни человеческих жизней. И для Якутии с огромной территорией дальнейшее развитие этого направления имеет большое значение. Удаленная консультация помогает врачам уточнить диагноз, тактику лечения и ведение больного. А пациенты, не выезжая за пределы района, имеют возможность получить качественную медицинскую помощь. Также эта работа сократила расходы санавиации. По инициативе главы Якутии модернизация всей отрасли здравоохранения региона продолжается. Улучшается качество оказываемых услуг, внедряются высокие технологии в медицину. Любовь Васильева, Александр Жуков, Зоя Герасимова, Тамара Игнатьева, День за днем, НВК Саха, Мегина-Кангаласки, Нерюнгринские районы, Якутск.